На подскоке левой правой, левой в печень, возвращаясь спецненным шагом. Самый простой способ воспитания – это личный пример. В первую очередь я всегда говорю, что мы должны своим собственным примером показывать ребятишкам, как происходят те или иные вещи, как решаться на то или иное действие. Поэтому всегда стремлюсь собственным примером показать, выступая в соревнованиях, выходя на поединки. Второй способ, но здесь уже чисто практика. Когда ребенок пробует себя в спорте, рано или поздно победа приходит. И вот когда эта победа приходит, вкусив ее, он уже не хочет с ней расставаться. В таких ситуациях я всегда говорю детям, что все боятся. Нет людей, которые не боятся. Но отличие труса и храбреца в том, что трус, испугавшись, поворачивается и идет назад, а храбрец, в принципе, идет навстречу этому страху. Ну и таким образом я даю понять детям, что там, где страшно, туда идите. Тогда вы, собственно, и поборете этот страх. Ну и есть такое понятие – периодизация тренировочного процесса. Это частое явление в нашем виде спорта, да и в любом другом. Если ты видишь, что спортсмен перегорел, можно сказать, перетренировался, просто дай ему возможность заняться другой деятельностью. Это может быть футбол, теннис, легкая атлетика, плавание, что угодно. Любая другая активность. Пройдет время, он отдохнет и с новыми силами обязательно придет, обязательно вернется. Всегда одно говорю – выйди, подерись так, чтобы тебе не было стыдно самому, чтобы ты понимал, что ты отдал столько, сколько ты имел. Это основное, что нужно понять. И если спортсмен был дисциплинирован, трудолюбив, отдавался полностью с тренировком, то, вероятно, он покажет достойнейший бой. Здесь важно объяснять детям, что поражение – это еще не конец. Поражение – это, скорее, начало чего-то нового. Потому что поражения, они дают возможность осмыслить, обдумать, сделать правильные уроки, вывести из поражения и более эффектно пойти вперед. Сам результат зависит от того, насколько сплочен ваш коллектив. Когда ты воюешь, грубо говоря, за себя одного, несложно сдаться и сказать – все, я сдаюсь. Но когда ты понимаешь, что за твоей спиной коллектив, за твоей спиной команда, сдаться гораздо сложнее и совсем этого не хочется. Продолжение следует...